Милиции уверены, причиной взрыва в измаильском кафе был не теракт. Взорвался баллон бытового газа, после чего начался сильный пожар. На данный момент пострадавшие сотрудники и посетители заведения находятся на лечении. Пятеро пострадавших перевезены в Одессу. Что мы хотим отметить, то, как утверждали некоторые о том, что это террористический акт, мы это отвергаем абсолютно. Почему? Потому что по всем тем данным, по всем тем обстоятельствам взрыва и показаниям свидетелей, очевидцев пострадавших, это есть квалификация по части 1 статьи 270, нарушение установленных законом требований пожарной безопасности. Антитеррористическая оперативно-профилактическая отработка, которую проводят в Одессе милиция СГУ и НСГвардия, позволила вдвое снизить уровень уличной преступности. Правоохранителям удалось раскрыть по горячим следам целый ряд преступлений. Да, есть ряд задержаний, то есть это раскрытие по горячим следам, это и грабежи, это и кражи. То есть достаточно большой показатель, я вам еще раз повторю, что мы наблюдаем снижение в два раза. Два раза преступности, это то, что она уменьшилась на территории города, но также и раскрытие происходит по горячим следам. Почему? Потому что более плотное патрулирование и есть возможность быстрее направить патруль к месту какого-либо происшествия. Также стало известно, что все дела по взрывам в городе ведет СБУ, а не милиция. Данные для обнародования станут известны позже. Мишель Арман, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.